Богослужение Ну, значит, Господь так ведет И даже я кое-что тут поменял Вы знаете, вот Виталий Владимиров Говорит, что одно из вещей, за которые я Богу благодарен За то, что в этом году мои близкие, родные, здоровы Я буквально перед собранием я сидел, вспоминал уходящий год И как-то так получилось, что я стал думать о тех людях Которые очень широко известны в нашей стране Но, тем не менее, они уже ушли в течение 2017 года Ушли в вечность Я не буду, конечно, их там всех перечислять Я просто, может быть, некоторые имена назову людей Которые как-то для меня, ну, как-то были, может быть, дороги в чем-то Это в вечность ушли такие наши, может быть, известные артисты Как Георгий Тараторкин и Алексей Петренко Вот, даже я попросил специально фотографии сделать Вот еще, вот, известный актер Алексей Петренко Для меня лично вот образ Петра Первого Он неразрывно связан с лицом Петренко Который всегда играл Петра Первого Ушли в вечности И наш поэт, знаменитый Евгений Евтушенко Для меня личность Евтушенко тоже, знаете, оказала большое влияние Я на всю жизнь запомнил Знаете, у него очень много знаменитых стихов, поэм, там, Баби Яр Ну, для меня почему-то этот человек дорог прежде всего за одно небольшое стихотворение Которое он написал в 50-е годы Будучи еще, в то время еще молодым человеком Вот, и это стихотворение не очень известное Но я помню, я, будучи подростком, я помню, прочитал однажды стихотворение Оно на меня таковое оказало влияние Стихотворение такое Ты большая в любви, ты смелая Я робею на каждом шагу Я плохого тебе не сделаю, а хорошее вряд ли смогу Все мне кажется, будто бы по лесу без тропинки ведешь меня ты Мы в дремучих цветах до пояса Не пойму я, что за цветы Не годятся все прежние навыки Я не знаю, что делать и как Ты устала, ты просишься на руки Ты уже у меня на руках Видишь, небо какое синее Слышишь, птицы поют в лесу Ну, так что же ты, ну, неси меня А куда я тебя понесу И вот, вы знаете, я помню, будучи подростком, прочитал это стихотворение И я четко понял, что когда ты решаешь Брать ответственность за каких-то людей Или за какого-то человека, тебе важно знать, куда ты хочешь этого человека повести Куда ты хочешь его понести Это очень важное слово Прежде всего, конечно, для мужчин Для братьев И это ответственность и за семью, и за людей, и за детей Ну и, конечно, за свою церковь как пастора Очень-очень важные вещи Также ушли в вечность Космонавт наш знаменитый Георгий Гречко Я почему как-то его особенно всегда для себя выделял Наша учительница младших классов с ним училась вместе Она нам очень часто про него рассказывала Ушли в вечность Алексей Баталов, актер, писатель Даниил Гранин Музыкант Чак Берри, который был один из родоначальников рок-н-ролла Знаменитая французская актриса Жанна Моро Я очень люблю фильмы с ее участием Особенно, когда она снималась у Микеланджело Антониони Наши артисты Вера Глаголева Владимир Толоконников Который, конечно, мы прежде всего ассоциируем с произведением Булгакова «Собачье сердце», где он играл Шарикова Певец Дмитрий Хворостовский, артист Леонид Броневой Известнейший богослов, чьи книги, думаю, многие-многие читали Ушел в вечность, как буквально вот в этом месяце Он ушел в декабре 17-го года Роберт Спраул, который писал о святости Бога О взаимоотношениях с Господом Знаменитый наш ушел в вечность Композитор Владимир Шаинский Его песни всем известны с детства Вот, и я думаю, что у каждого из вас еще будет немало имен Для вас людей, может быть, значимых Которые тоже в 17-м году ушли в вечность, да И, может быть, не только это как бы значимые люди для страны Для нашего народа, известные, да Но люди, которые были значимы лично для вас Может быть, ваши близкие, ваши родные Но Бог дал нам милость с вами Бог дал нам определенную благодать Мы с вами прошли 2017-й год И вот мы стоим на пороге 2018-го года И я хотел бы вот на этом последнем собрании Открыть место из первого послания Иоанна, первой главы Я не знаю, почему в последние недели Я постоянно вспоминаю это место священное писание И постоянно его перечитываю Я его читал в разных переводах Вот Я думаю, если Бог мне как бы дает Почему-то постоянно думать об этом месте Слова Божьего Значит, это место имеет значение не только для меня, как для верующего Но и для всей церкви Поскольку я являюсь пастором церкви Я вот хотел бы вам прочитать Первые стихи, первые главы, первого послания Любимого ученика Иисуса Христа Иоанна Богослова И вот смотрите, Иоанн пишет Я буду читать просто по синодальному переводу О том, что было от начала Что мы слышали Что видели своими очами Что рассматривали И что осизали руки наши О слове жизни Ибо жизнь явилась И мы видели И свидетельствуем И возвещаем вам Сию жизнь вечную Которая была у Отца И явилась нам И вначале Апостол говорит о том, что да Обращаясь к молодым христианам Уже к новому поколению христиан И он говорит Мы рассказываем вам о том Что лично видели Что лично слышали Чему лично были свидетелями Потому что ведь они три года ходили вместе С Иисусом Христом И слышали Его учения Видели Его чудеса Были потрясены теми исселениями И воскрешениями из мертвых Которые Иисус совершал Находясь в человеческом теле На этой земле Вот И казалось бы Ну понятно Как знаете Напоминает нам немножко такие вот рассказы Когда вот Деды бывают Садятся и говорят А вот-вот Мы помним еще Времена там Хрущева еще там Смещали там Или еще что-то там Мы помним Там Вот или бывает Детям говоришь Там вот Колбаса была за 2.20 Там или еще что-то И на тебя смотрят Ну вот ты там видел Ты там слышал Это обычный рассказ Типа дедов внукам Взрослых Детям Но на самом-то деле Конечно же Это Слово Божье А не просто Мемуары апостолов Потому что То что говорится В третьем стихе Оно просто потрясающее И он не просто Решил как бы Похвалиться Вот Вот вы вот не знали Христа Я-то знал Вы-то его знаете Только по пересказам Его учения А я лично Слышал Голос Моего Спасителя Да Нет Он не просто Как знаете Как старичок Рассказывает Вот что он Когда-то пережил В этом есть Намного что-то Большее И вот он говорит Третий стих О том Что мы видели И слышали Да Все вроде бы В прошедшем Времени Возвечаем вам И смотрите дальше Чтобы и вы Имели Общение С нами А наше Общение С Отцом И Сыном Его Иисусом Христом И вот смотрите С прошедшего Времени Апостол Иоан Переходит К настоящему Времени Он не просто Рассказывает Вы знаете Вот что же Какая любимая Еда была У Иисуса Там Или какую Одежду Он любил Носить Там По праздникам Нет Он С прошедшего Времени Переходит На настоящее Он не просто Там что-то Видел Или слышал И он говорит А наше Общение То есть смотрите Иисус Уже был Распят Умер Воскрес И вознесен И вознесен Был Но У апостолов У Иоанна Осталось Общение С Господом Потому что Иисус Обещал Быть с нами Во все дни До скончания Века И он говорит Да мы это видели Да мы это слышали Но Сейчас у нас Продолжает Оставаться Общение С Господом И вот посмотрите И он И обращается В своем послании К христианам И говорит Чтобы и вы Имели Общение С нами О наше Общение С отцом И сыном Его Иисусом Христом Сегодня очень много Говорится о Евангелизме В церквах Много говорится О миссионерстве Какими новыми Там путями Мы можем Касаться Людей Привлекать Людей Достигать Потерянные Поколения Мне кажется Что Конечно же Можно Разными Там мероприятиями Разными Программами Привлечь Людей Но насколько Это будет серьезно Насколько Это будет Долговечно Потому что Иоанн нам показывает Наверное Главный Принцип Евангелизма Главный Принцип Проповеди Евангелия Мы не просто Что-то красочно Ярко С музыкой С театральными Постановками Показываем Приглашая Людей Мы должны Прежде всего Приглашать Людей Говоря им Похожие слова Приходите И имейте Общение С нами Потому что Мы думаем Что Это хорошо Иметь Общение С нами Не только Потому что Мы какие-то Особенные И даже Не только Потому что Мы в свое Время Видели Лично Иисуса Христа Но приходите И имейте Общение С нами Потому что У нас Есть Общение С Богом Отцом И Его Сыном И Иисусом Христом Когда Здесь Есть Реальность Духовного Познания Реальность Духовных Переживаний Когда Это Есть Не просто Где-то На богослужениях Или на конференциях Но в жизни Личной Каждого Из нас Когда мы Людей Приглашаем Мы говорим Вы знаете Стоит сюда Прийти Не потому что У нас тут Рождество Потрясающее Просто концерты И не только Потому что У нас тут Новое Здание В центре Екатеринбурга Придите И посмотрите Нет Приходите Сюда И имейте Общение С нами Потому что Мы Люди Которые Имеют Реальность Общения Со всемогущим Господом И поэтому Это хороший Вопрос А насколько Оно Реально У каждого Из нас Насколько Оно Реально Вот это Общение Взаимоотношения С Господом У Иоанна Оно было В этом Я думаю И есть Секрет Успеха Первой Церкви Не просто Там чудеса И знамения Сегодня много Рассказов В христианском Мире О разных Исцелениях Но Есть ли у нас Сегодня Реальное Общение Со всемогущим Господом И смотрите Дальше Он говорит Вот четвертый Стих И сие Пишем вам Чтобы Радость Ваша Была Совершена И у нас Не так много Времени С вами Но я вам Хочу сказать Вот в эти Последние Минуты Вот В этот Последний день И последние минуты Нашего Последнего Собрания 2017 Года Возьмите Эти рождественские Новогодние Дни Эти праздничные Дни Которые у нас В стране Как-то нам Щедро Даны Как выходные Чтобы В действительности Мы могли Снова и снова Наполниться Или исполниться Духом Святым Могли Открыть Свои сердца Перед Ним И могли Сказать Имейте Общение С нами Потому что Наше общение С Отцом И Сыном Иисусом Христом Приходите К нам Потому что В наших Сердцах Есть Живая вера И живой Всемогущий Господь Я Помню Очень Когда Еще была жива Моя бабушка То У того поколения Как-то сейчас Этого уже нету А у того поколения Была всегда традиция Вот Она была постоянно Я вот помню Когда вспоминаю бабушку Всегда эта традиция Мне вспоминается Куда бы мы ни ехали Далеко или близко На самолете Или на поезде Но всегда Собрав вещи Все Бабушка Всегда мне говорила А теперь Присядем На дорожку Помните, да? Вот был Сейчас как-то Этого обыча Уже нет Уже Мы с детишками Со своими сыновьями Я не присаживаюсь На дорожку А раньше было Присядем на дорожку И как бы не было Мало времени Как бы мы не торопились Но все должны были Где-нибудь На полминутки Присесть И вот сидеть Так тихо И все сидят И молчат И так думаю Так все ли я с собой взял Так документы Вещи Дети Ничего не забыл Вот все со мной Ты вот сидишь И как где полминутки Молчишь Вот после вот этой Суеты всевозможной Беготни Сбора вещей Сбора детей Там Вот Нужно было сесть И отдохнуть И потом проходило время Все Ну все В путь И все брали Чемоданы И уже дальше Отправлялись Либо в аэропорт Либо на вокзал Или еще куда-то И вот вы знаете Вот то что Говорил Олег сегодня Может быть кто-то даже И в это утро до сих пор Все еще Знаете В этой суете Сует Суете Сует К сожалению Праздники новогодние Это такое суетливое время Суета 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 И вот вы как бы Забегались Вы знаете Весь может быть год у тебя прошел У тебя были какие-то дела Не знаю как у кого У меня это был очень тяжелый год Я так рад что он закончился Лазгалой уникальный год Больше такого не будет И не надо Вот Вот И я так рад он закончился Так Непростой лично для меня был год Очень тяжелый год Не скажу что какой-то Плохой Но сложный Точно был сложный год И вот он прошел Я рад Бог сохранил меня жизнь Бог сохранил Жизнь моим близким Моим родным Жизнь Жизнь и здоровье И я вам хочу сказать Как пастор драгоценный Вот в эти дни Да Вот эти дни Праздничные выходные дни Присядьте на дорожку Перед 2018 годом Просто присядьте И помолчите И подумайте А ничего ли я не забыл по пути Не просто ли я Несусь из года в год 16, 17 18 уже Не забыл ли я самое главное Имею ли я вот Вот это Общение со всемогущим Богом Потому что если его нет Тогда даже христианское служение И церковная жизнь Это не что иное Как обычная Суета Сует Просто под религиозным окраской Под религиозным Каким-то вот оберткой Вот А я Я в действительности Господь Вот Отец мой небесный Со мной Сын Со мной Просто присядьте на дорожку Посвятите время Чтобы молиться Посвятите время Чтобы пребывать В общении с Ним Посвятите время Для того Чтобы Открыть свое сердце И молиться И читать Слово Божие Священное Писание Выйдите Вот из этой Из этого колеса беготни Выйдите Хотя бы на Какое-то время На несколько времени Присядьте на дорожку И подумайте Насколько Бог для вас Это главное Ценное И важное в жизни Потому что Иначе Зачем это беготня Зачем это суета Зачем мы бегаем Как в этой белке В колесе Все тогда напрасно Все тогда суета Сует Тогда мы ничем Не отличаемся От мира Но мы ведь На самом деле Другие Мы особенные Мы народ Божий Правда же И так важно Чтобы это было Не просто Нашим каким-то Номинальным названием Но это было реальностью Я Человек Божий Мы являемся Церковью Народом Божьим Почему Потому что Наше Общение С Отцом И Сыном Его И Иисусом Христом Не просто В прошлом Не просто Когда мы там Покаялись Много лет назад А сегодня В настоящем У нас есть Это общение И если оно Есть Тогда не так важно Какими программами Мы будем Зазывать людей Люди и сами Будут сюда приходить Потому что Людям важно Людям ценно Людям интересно Быть с теми В чьих сердцах Живет Всемогущий Господь Бог И давайте Сейчас Драгоценные Отложите Ваши конспекты Отложите Отложите Библии Давайте Закроем Глаза И склоним Головы Всемогущий Господь Спасибо Тебе За Уходящий Год Спасибо Тебе Господи За Эту Уникальную Возможность Этот год Прожить С Тобой Многие люди Ушли в вечность Но Ты Сохранил Нам жизнь И Ты Вводишь Нас В 2018 Год Значит Ты желаешь Что-то Совершить В нашей жизни И через Нашу жизнь В этом 2018 Году Господь И я молю Мой Бог Сделай наше сердце Большим Чтобы мы могли Вместить Все планы Все цели Все что у Тебя Приготовлено Я прошу Боже Благослови нас Чтобы в эти Новогодние Праздники У нас было Это время Присесть на дорожку Присесть И успокоиться Остановиться В этой беготне Остановиться И познать Что Ты Бог Остановиться И услышать Господь Что Ты Желаешь Сказать нам Возможно Ты многое Что-то хотел Сказать Моим братьям Моим сестрам Но мы не слышали Тебя Потому что Сильно Торопились У нас было Слишком много Дел Мы так часто Суетились Что Голос Святого Духа Утонул В шуме Суеты Я молю Мой Бог Дай нам Мудрости В эти дни Успокоиться Найти гармонию И быть чуткими В Своем сердце Быть чуткими В Своем Духе Во имя Иисуса Христа В Своем Духе 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 Продолжение следует...